Здравствуйте, вы смотрите СтопФейкНьюз, выпуск опровержения неправдивой информации о событиях в Украине. С вами из студии Алина Суганяка и Марго Гонтар. На этой неделе информагентство Associated Press представило фото полугодичной давности как снимок с места теракта под Волновахой. Российские каналы распространили фейк о том, что студенты освистали Порошенко в Цюрихе, а украинские пользователи утверждают, что нашли очередную гастролершу. Прокремлевский канал LifeNews в эфире рассказал, что президент Украины Петро Порошенко провел встречу со студентами в швейцарском Цюрихе. Во время лекции его якобы освистали, а одна из студенток заявила, что не хочет слушать человека, который убивает детей. Студенты Цюриховского университета не захотели слушать доклад главы Украины об успехах, как он выразился, мирного процесса и экономического развития страны. В зале то и дело звучали неодобрительные возгласы, а одна из пришедших выкрикнула по-английски «Я не хочу слушать человека, который убивает детей». Такой же вариант развития событий показал и телеканал Россия24. По их версии, реплику девушки встретили аплодисментами. На самом же деле свист это была реакция на слова вышеупомянутой участницы лекции. А вот то, что не показали на LifeNews. Девушка на прощание материлась на русском языке. 13 января российские, украинские, немецкие, американские и другие СМИ проиллюстрировали теракт под Волновахой фотографии, на которой видны синие кресла маршрутки, простреленные пулями. Ее использовали украинские издания «Зеркало недели» и «Инфоразист». О выпуске новостей ТСН на телеканале 1плюс1 показали это фото в эфире. Также его показал российский телеканал «Звезда». На самом же деле это фото не из под Волновахи, а из Донецка. И сделано оно было в августе 2014 года. О том, что этот снимок не с места тагедии под Волновахой, свидетельствует и тот факт, что в маршрутке, в которой погибло 12 человек, были сидения серого цвета. Это четко видно на видео с места события. Украинские и российские СМИ не написали источник фото, но немецкое издание Deutsche Welle и американский «Голос Америки» указали, что фото принадлежит американскому информагентству Associated Press. Дальше всех СМИ пошел российский телеканал «Звезда». Они показали еще одно ложное фото. На самом деле этот снимок аварии 2011 года на автодороге Славянск-Донецк-Мариуполь. Подмена фотографии одной обстрелянной маршрутки другой, на первый взгляд, мелочь. Но под Волновахой погибло 12 мирных жителей и еще 18 получили ранения. Фото и видео с места происшествия важны для следствия и для читателей, так как они помогают разобраться в том, что же произошло на месте события, из какой именно артиллерии обстреляли маршрутку и кто виновен в трагедии. В соцсетях активно распространяется фотография, на которой якобы видно, как боец Азова окунулся в прорубь в виде свастики. Фото изначально было опубликовано в блоге 19 января. Несмотря на то, что автор записи поставил к ней тег «Юмор», а в комментарии написал «Фотожаба», читатели восприняли фото серьезно и стали распространять его в соцсетях дальше. Опубликовал его на своей странице в Facebook даже скандальный украинский экс-нардеп Вадим Колесниченко. На самом же деле это фото действительно фотошоп. Оригинал был взят из статьи 16 января 2014 года. Фото было сделано в Туле, Россия. Настоящие фотографии окунания бойцов Азова в прорубь выглядят так. Некий Андрей Шипилов у себя на странице в Facebook опубликовал фотоколлаж из трех стоп-кадров сюжетов на российском телевидении. И подписал. На фото слева вверху актриса российского телевидения Галина Пышняк рассказывает о мальчике, распятом в Славянске. На фото справа вверху она же изображает по российскому ТВ жертву обстрела в Волновахе. На фото внизу она же 22 января в Донецке около взорванного троллейбуса изображает продавщицу ближайшего магазина, свидетельницу обстрела. Этот пост распространили уже более 11 тысяч пользователей социальной сети. На основе этой информации Униан опубликовал новость с заголовком. Актрису, которая придумала фейк про распятого мальчика, заметили на расстрелянной остановке в Донецке. Давайте посмотрим на другие скриншоты с этих сюжетов и сравним женщин. Внимательно посмотрите на форму носа, скулы, зубы. По нашему мнению, это три разных человека. Это был выпуск Stop Fake News. Благодарим наших зрителей за поддержку. Следите за развитием событий вместе с нами. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Напоминаем, что мы существуем благодаря вашей поддержке. Если вы считаете наш проект нужным, вы можете нас поддержать. Реквизиты для перечисления средств вы найдете на нашем сайте stopfake.org. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok